Сомик жути наводит. И второй он, видите, это вот та у меня пара рабочая. По дну. А вот смотрите, бандюки вот до нюхи подрастают. Всем привет, всех приветствую на канале. Подписчиков, случайных зрителей. Вот смотрите, подрастающее поколение. И тут роголисник нормально, свет этот не палит. Такая шипс до дня. Наши именно шипс до дня плавает. Гляньте, это яркие такие. Помпочка стоит, четырехсотая у нее голова, все четко. Улитосы тут, вредных улиток мелких нету. Мечики в основном по низам, тоже тут нормально мечей. Да и тут оно не по классику. Великолепная семерка тут плавает, черных семь штук. Куда же без них. Ну тут как обычно голодная банда ждет. А вот эти днюхи, ну они еще маловаты. Их выпустить они еще маловаты. Чуть-чуть надо подождать недельку, наверное, я так думаю. Пиранью пришлось посадить сюда. Посмотрим, что она тут наделает шороху. Первого, наверное, вот этого сожрет она. Синего точно. Ну посмотрим. По идее нет. Там Лабио, короче, там ее загнал. Я потом выложу коротыш вам шортик, вы посмотрите. Потом посмотрим на поведение, как она себя будет тут вести. Это пиранья. Там она, она там и с меченосами жила, и вроде все нормально. Вот, смотрите, тут этот хозяин. Это братишка того, лабиухи. В той сотке. Да, я вот выложу позже коротыш. Интересный там ролик. Ну, в общем, он, я расскажу вам вкратце. Вчера вечером ее посадил в сотку. Лабио ее загнал. Сегодня она уже утром была под фонариком. Я ее выгнал, и он снова туда ее забил, и все. В общем, того сама перевертыша я отдал, а того назад забрал. Ну, то у того, короче, как сомик. А перевертыша отдал к окарам. Потому что куда он мне такой здоровый. А того красавца запустил сотку. Сейчас посмотрим, как он себя там чухает. Так, что тут касается вот этих вот у нас окариков. Лежит, ну, процентов, видите, сколько побелело. Ну, такой выход всегда у них практически. Было чуть получше. Ну, процентов тут. Вы видите сами, да, процент такой. Самец, он бурчится. Гляньте, самец справа. Говорите, как он бурчится. Ну, какой. Кидается, охраняет кладку свою. Так, а что тут? Ну, все нормально. Надо вот эту рыбку уже на магазин отвезти, сплавить ее. Все, обналичится этот аквариум и жиру хорош. Что-то. А, туда хорош. А вот этим надо расстояние всем вот этой муравейнику. Вот это может потом. Блин. Вот окарята. Смотрите, маленькие какие. Костян, ты там говорил, покажи окарик. Вот они. Ну, уже где-то начухнуло. Вот они. Вот они какие маленькие. Они сейчас еще чуть-чуть, месяцов-два, и начнут грызть у всех. Вот таких, нет, ну, не таких я покупал, чуть больше они были. Ну, вот, мечи отдельно тут стоят. Он, я отпустил аэролифт, тот, что у меня был в карантиннике дневном. Ну, пошли на ту сотку, быстренько глянем. Тут поменял воду. Столько улитки повылазил от этой мелкого паразита. Капец. Только что я видел этого злодея. Он только что ушел влево. Ну, сейчас он должен выйти. Вон он за мочалкой. А, нет, уанцик. Я же туда еще анцика посадил. Ну, вот, я смотрю, лабиуха его уже заметила, этого сама. Тут, конечно, вы видите, тут кабан по сравнению с тем, хотя они вдвоем ко мне приехали. Изначально вместе жили, вот этот начал его загонять. Того. Ну, тут что-то в росте сразу подздал. А тут зверь сидит, вон он. Короче, вон он сидит. Вон, видите, его хвост. Сейчас он выйдет. Он большой. Ну, посмотрим, как лабиуха к нему сейчас. Он выгонит его или нет. Оно его найти не может. Сейчас найдет. Сейчас найдет. Он видит его, да. Ну, блин, он за камнем. Оно, выгонит он его оттуда. Вот он. О! Какой красавец, гляньте. Ух, какой! Он большой, длинный. Ну, тут, по идее, нет таких рыбкотовых он должен скушать. Кстати, я знаю, что его нельзя опасно. И мне еще она и говорила, что его что-то мне так ударил по руке. У него ядовитый шип есть, и потом рука будет болеть сильно. Это реально. Я про него знаю, про этого сама. Что и произошло с бывшей хозяйкой. Вот он, какой красавец. Смотрите. Змеюка какая. Вот какой. Ну, что я вам скажу. Северумиха опять не может ничего понять. Что за дела? То была пиранья какая-то, но она не влазила даже в движение. Ее лабило. Я вам покажу, да. Потом каратыш есть, там нету. Но вот так он все время ее бил, бил, бил. Ну, не то, что бил. Как бы ей ничего не было. Уска не летела вокруг. Но, как бы, все равно. Он ее загнал вот сюда потом. Я ее сегодня забрал вот отсюда. За вот этим фонариком она была. Та пиранька. Ее прессовала беуха. А это, смотрите, какой он огромный. Он длинный. В нем длина, я вам скажу. Труба А9 у меня простой. Чи-9А. Ну, вот он. Все поняли, да, какой есть и шо. Так. Ну, такой, как телефоном, да, длиной точно. Сто процентов там. Ну, плюс-минус 5 миллиметров. И он такой кабанчик. По сравнению с моей северумихой, ну, значит, нормально. Она его принимает, смотрите. А он тут себя неплохо чухает, я смотрю. Ну, инициативу он вряд ли на себя возьмет. Но беуха уже тоже что-то он подзабился. Может, он уже влупил его своим шипом, подзагнал его чуть-чуть. Ну, посмотрим, что тут будет. Все. Подписываемся, кто не подписан. Не забываем ставить лайкосик, кому понравилось, кому нет. Лев. До новых встреч в эфире. Мир, дружба, жвачка. Всем пока. Обнял, приподнял. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Кстати, видите, креветка сиреневая есть у меня. Она такая сиреневенькая. Не красная, а чуть-чуть прострелы ей сиреневые. Хотя в камере красная. Так, смотрю по цветам. Она чуть-чуть сиреневая. Тоже тут копошится целый муравейник. Дерево упало. Гляньте, гнездо какое. Субтитры сделал DimaTorzok